хотел еще также упомянуть сейчас на первом уровне что в думать он теперь у нас постоянно будет сопровождать всякие маленькие к сцены не те как нам показу палача третьего лица и какие-то действия снимают именно такие вот небольшие действия на локации фишка который заключается в том чтобы переместить вас в нужное место по завершению этой к сцены и самое главное не показать палача в этих вот декорациях ну а да где же еще мы находимся с вами так вот я просил вас застрять внимание на этом вот моменте просто запомнить вот эту вот огромную башню которую мы увидим чуть попозднее вот это вот небо просто сфотографировать это своей памяти и когда-то нам эти знания сами пригодятся так вот наконец-то можем усами двигаться дальше и давайте наверное я вам расскажу то о чем хотел уже рассказать достаточно давно вот на самом деле этот второй уровень он немножко душной скажу вам честно вот именно когда ты проходишь игру на абсолютном кошмаре этот раз за разом раз за разом на одной половине сначала играешь на второй половине на какой-то в итоге арене умираешь и минус пердак минус ты и в общем все очень-очень плохо и также находимся на новый кодекс это история стражи часть 2 мне рассказывается как в курсовом как-то разделился пополам не знаю вам видно было ли нет в общем не самые лучшие времена скажем так времена грусти и печали ночные стражи к ним с небес не зашли как они правильно называются я забыл создатели творцы в главе кан соседательницы которая в оригинале кан мейкер с дарами с мудростью добротой и величием чтобы помочь народу тарас на бард его жителям помочь им развить какие-то навыки технологии все то тут и прочее в общем побыть немножечко санта клаусом в их не скажем так очень нелегкие времена хотя это толком то не описывается почему у них резко как-то начались не самые веселые времена когда самых-самых начал на них нападали титаны и все наоборот даже радовались с улыбкой на лице вот вот примерно вот такой вот шли их убивать в рейды что в ад что не в ад так что странно на самом деле вещь немножечко кстати можно тут немножко отсылочку словить но вот такими вот мечами воевали у нас ночные стражи этот меч я не знаю на прохождение только двадцать пятом что легче обнаружил когда начал потихоньку это всматриваться в мир кстати мне вот такие вот трупы нравятся больше чем вот зомби которых мы убиваем сам налево и направо вот эти вот трупы реально похожи вот на каких-то вот оживших зомби таки обгоревшиеся кит уже такие пожухлые немножко вот уже не глаза такие прям пустые мертвые можно тут немножечко увидеть в прицел если присмотритесь мне от нравится и зомби честно говоря больше чем вот те зомби которых мы убиваем какие-то зомби которые сбежали из гримерок вал диснея в общем такое себе ну и в целом после именно вот этого момента мегасфера это неофициальный но секрет который мы обязаны с вами собрать и после этого от визита санта-клаусов с небес от жители тарас на борт начали конкретно так процветать и все в будущем это будет нам также рассказываться но вот я прошу застрять внимание вот на этих вот воротах не будем пока открывать последнюю кнопку я хочу обратить ваше внимание вот на вот эту вот статую статую который нас оправдает также и в прошлом думе есть вот такие вот демоны которых вот мы с вами вообще ни разу в жизни до этого с вами не видели так вот хочу им сказать что этих ребят можно увидеть в официальном артбуке по думу 2016 года замечательное издание книга кстати очень тяжелая и эти ребята там есть я специально тут положил закладочку чтобы долго не искать да при себе не тут самом начале не обращайте внимание что у меня закладка виде купюру 100 евро у какого успешного мужчины в доме нет закладки видеть 100 евро ну скажите мне пожалуйста серьезно так вот на 14 странице есть изображение этих ребят я сейчас посмотрю это все 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 на камере благо у меня монитор позволяет это делать до отсвечивать немножечко не видно но вот так будет получше вот эти ребята это были скажем так тестовые зарисовки будущего нашего противника которого встретим мы очень уже скоро и агишки решили чё нам зря терять эскизы то скажем так неплохих скажем так демонов используем их местных декорациях и вот украсим от адские врата ими печально конечно мы в будущем с такими не встретимся как и в прочими демонами которые были в мультиплеере думы 16 года но факт остается фактом зарисовки и некоторые эскизы из прошлого думы перекочевали в это тоже как новые отдельные юниты мог стать запомнить это место более вот так вот красочно и красиво нам его предоставляют огромные тут титаны какие-то еще один титан но уже пожухлый как а демоны там летают с горгулями и вот этот огромная башня случаем сверху от запомните ее просто запомните будущем пригодится вот дима то всегда мимо это знаете на свете рядом спрашивали комментариях почему я сижу с очках потому что я уже заговорил вам дима всегда мимо и даже как видите оптический визор мне не помогает в этом плане стрелять точнее лучше ну а также еще для того что я пропускаю некоторые секреты вот такие очевидные кодексы так что оптический визор для меня как никогда кстати он нужен вот это он подлетел на дэше захотел горячих тел так этого парня мы пожалуй сейчас тоже угостим немножечко в лицо не забывайте ломать пушки арахнотрона потому что без пушек они грубого говоря никто и вот та сама вещь которую я не вижу доме тяну больше всего вот пытаясь кого-то быстренько выпили бензопилой а вот хрен тебе палачнику говорит я никого здесь не вижу кого здесь можно было бы распилить и вот эта фигня вот нас присутствует до конца игры так что будьте к этому готовы ну и в принципе от этих ребят уже можно убивать как вам вот угодно нет никакой сути разницы как это сделать жестоко не жестоко мы же убьем их и немножко по правильному так чтобы у нас были максимальные ресурсы на следующей арене а именно в плане брони хп и также кровавого удара ах да я вспомнил что хотел сказать еще с первой арены давным-давно когда я игра только-только еще вышла в релиз был замечательный баг в игре помните то то место где у нас показывали горгулю первую и как как а демон спавнился 1 так вот этот как а демон постоянно умирал самостоятельно это объяснялось тем что если немножко подвигаться на первой арене как а демон не мог почему-то найти для вас не для вас а вот да у вас путей атаки и поэтому он просто сама выпилился и старики и те кто возможно смотрел мое прохождение 23 человека они помнят что если демона не находят для вас логичных путей для того чтобы вас атаковать они просто убирают потому что это так записано движки это так помогает избегать таких от моментов когда вы находитесь на арене всех убили музыка странно игра почему-то кто-то явно присутствует на арене но этот парень либо застрял где-то либо просто не почему-то не заспавнился либо все за спал если и улетел там за ворота там за какие-то стенки и в общем то пытаются вас найти но не может пройти потому что застрял уже ну просто застрял парень и поэтому они там выпилился Да, вот с этой точки зрения я считаю, что это механика правильная Ну, в думы тенуло, это сделано так, что... Вот будут у нас арены с серьезными юнитами, типа воители и так далее И куча пешек будет бегать, да? Убиваете воителя, пешки умирают сами Зачем? Для кого? А самое главное, нахера Ну да ладно, об этом попозже Так вот, у нас есть первые 9 очков улучшения для оружия И первым делом мы с вами, естественно, качаем термоудар И по покачке, по классике уже Прошлого дома, при прокачке двух модулей у нас открывается третий С небольшим сайдквестом, где нам нужно убить минимум двух демонов 30 раз За один прыск термо-волны И первую волну попробуем сейчас уже сделать с вами Так, вот один парень, сейчас дожмемся второго И вот это нам надо сделать ровно 30 раз И после этого наш термоудар сыграет совершенно другими красками И в принципе, кстати, да, будет очень даже полезный Последующие уровни даже 5, плюс-минус, пока он полностью не станет бесполезным Ввиду того, что у нас будет куча оружия и способностей и так далее Так вот, кстати, с этой батарейкой связан тоже интересный момент Если ее собрать без анимации, как это мы сделали В первый раз при ее подборе У нас не появятся бонусные демоны Нам это отнюдь не нужно Так что берем ее по старинке И сначала пойдем как одем, наверное, накормим Вот не люблю, кстати, когда они так делают Вот казалось бы, я примерно кинул гранату в точку назначения Но она почему-то все равно отклонилась от своей траектории и попала ему на щеку Так вот, я хотел еще рассказать в прошлой серии про систему А точнее механику двойного урона липучки Но заключается она в том, что липучка еще оказывается в самой новодрячейся Не знаю, для кого опять же это было сделано, видимо, для тех, кто играет в анимпадах и прочее Вот, пока это я рассказываю, вам покажу еще один способ, как можно пройти дальше Без спаунов некоторых демонов Вот, оказывается, еще липучка при первом касании с демоном Наносит очень неплохой даже урон А зачастую, если мы попадаем в какие-нибудь зомби или импов Или даже попадаем в головы Это даже сразу их может выбить, ну, контузить И мы можем очень легко и смело их идти добивать Что также очень интересно Ну и, блин, мне кажется, липучка все-таки получилась слишком сильный доментенул Если сравнить с прошлым двумом, то это, конечно, прям небо и земля Просто небо и земля Второе кровавое гнездо, которое уже считается секретным И вот тут будьте очень осторожны Здесь спавнятся бочки Почему-то, я не знаю тоже зачем И вот Новый для нас и, на самом деле, старый вид противников Это потерянные души Которых, на самом деле, в игре очень мало, будем честны А эти, не в каком-то смысле, аналог камикадзе Что это за игра, в которой мало камикадзе Это плохая игра, скажу вам честно И вот Могучим таким вот лезвием вот этого вот робота Пронзаем этого титана насквозь почти Можно сказать Вот Если что, про этих вот как раз-таки парней Вот этих вот огромные мечи и щиты Было описано вот в первом кодексе Про стражей Не знаю, дадут ли нам вообще в целом в будущем покататься на такой мехе Многие этого, кстати, ждут почему-то В сообществах И вот кто обсуждает, думайте, он до сих пор Есть такая купица людей, кому это играюще в принципе интересно Я на что-то встал Но Мое почему-то Незамутненное, скажем так Мнение разум Считаю, что этого не будет Потому что думаете, он слишком маленькие тесно локации Это вам не Сириус, Сэм Где Десятки тысяч реальных километров локации Можно Передвигаться на разном транспорте В думаете, он, мне кажется, такого не будет Отметь Это исключение Да и плюс Вся сила, вся мощь именно палача То есть положение каких-то сторонних объектов Сразу же теряется на этом фоне На мой взгляд Я так считаю Не забываем Качаем оружие И готовимся к следующей схватке Которая будет Не очень сложная Но нам очень важно с вами Продолжить качать термоудар Нам очень важно это сделать Я почему-то забыл, что у меня есть дэши Почему-то очень долгое время играл без него Это очень странно А вот, кстати, я застрял Что не очень хорошая новость, скажу вам честно И все из-за этого джижи Не люблю ее А теперь я точно понимаю, почему ее не любят Нет Почему ты умер? За что за так со мной поступил? Паскудник Паскудник ты А это и должен быть следующий наш килл В прокачку термоудара Да Это интересный момент Если вы не будете срезать вот эту кишку Так, как это сделал я Вот здесь будет бонус на тентакле Если что, можете также пустить в ход В прокачке термоудара Я не то чтобы прям убиваюсь И пытаюсь прокачать его за один уровень Это, в принципе, нереально сделать При одном условии Но если очень сильно захотеть То можно почти докачать его до максимума Нам нет смысла куда-то пока что спешить Потому что буквально вот После этого уровня У нас уже полностью прокачанный термоудар будет Поэтому сильно убиваться не стоит Потому что еще Это стоит хп и жизни нам А умирать мы Вроде как пока что не собираемся с вами В ближайшем, по крайней мере, время Благо что тут есть еще бонусные Ребята И вот этот потерянный прогресс Мы худо-бедно с вами восстановили Но Боеприпасы полностью закончились Поэтому Термопушку нашу пока что убираем На какое-то время В карман обратно Так вот, давайте же наконец-то Пришло, я думаю, время Поговорить про назойливые темы Которые вы просили Пообсуждать в будущем По ходу уровня О, кстати, как собирать эти предметы Без анимации И если вы не хотите, чтобы Какие-то дополнительные демоны спавнились Мы должны ждать Дэш Смена оружия И сразу же подбор этого предмета То есть сразу три кнопки Вот И анимации не будет И спаунов И Просто красота И песня для Ваших глаз и ушей Поможет тем, на самом деле Кто Проходит игру уже десятый раз И Тому Кто делает, допустим, спидран Или прохождение на абсурдном кошмаре По-прежнему Уничтожая внутренности титанов Мне кажется, этим можно заниматься Вечность Кстати, вот эти таблетки Желтые летающие Левитирующие Даже больше сказать В воздухе Это перезарядка дэшей Нужны они для того, чтобы Пересекать очень-очень большие дистанции Вот И второй кристалл Естественно, берем с вами броню Она не особо будет нужна И пригодится в ближайшее время Но Тем самым мы получаем Главный бонус Это Полноценный теперь магнит Который будет нам помогать Собирать всю Всю просто вкусняшку Вокруг нас Впитывая ее Втирая в нашего палача Ужасно Я просто думал, как это можно сказать Более как-то правильно До конца И В итоге С морозу хереном Как обычно То там показывают Что парень По этим платформам Лучше не ходи вообще Запомним этот урок Вот честно скажу Думайте Он в плане обучения И таких вот Намеков И подсказок На пути нашего палача Такая душная игра Вот Тебе буквально Вначале вот рассказывают О каждом твоем шаге Как ты должен делать Вообще Никакой свободы действует Игревает Просто не существует Запомните Забото действий В этой игре Нету Нас же интересует Здесь несколько другое Во-первых Это Новый кодекс Который нам расскажет О истории Стажи Стражей Часть 3 Вот Это книжка Можете почитать Кому интересно Ну а в ней рассказывается Грубо говоря Подложение Части 2 Казалось бы Вот У стражей Все хорошо Все зашибись Они Грубо говоря Купаются В черной икре Понастроили себе Вот таких вот Шаттлов космических Изучают Новые миры Которые ранее Были недоступны И вот Подняли там Медицину Науку Вооружение Все вот это прочее И в общем-то Жируют На полную Полную Катушку И вишенкой На торте Всего этого Это Визит К Создательнице В гости К тому самому Королю Который Правил В то время И хотела Она Предупредить Короля О том Что Хоть у вас Ребята Все и Хорошо Но Вижу Бачу Бачу Придет Скоро на землю Нечестивец Канут Ваши Достижения В лету И Попьете В их Мочи В будущем Из-за этого Ну это грубо говоря Так объясняю Конечно же В общем Она намекает На то Что Скоро Грядет Предвестник Того Частица Которую Все испортит Это конечно же Мы Так вот Также Еще хотел бы Рассказать По ходу Своего прохождения Как получить Все ачивки И также Достижения Проходя Основную Компанию Пока что Достижений Новых И так же Этапов Нету здесь Но они Уже есть В стиме Доступные И уже Сегодня Опять же Можно будет Выполнять Вот Но скажем так Вот эти все Этапы Особенно Которые Делаются В сингле Очень Очень Легко Делаются Реально За одно Прохождение И Не надо Будет Ничего Перепроходить По сто тысяч Раз Что то Еще Какие то Лишние Движения Действия Делать Реально Все Проходится За одно Прохождение Самое главное Вам скажу Это Собирайте Все секреты Официальные Эти вот Сферы Которые Неофициально Можете Не собирать Они ни на что Не влияют Точно Та же Как и Карты По моему Но карты В принципе Можете На всякий случай Собрать Может быть Здесь Какой то Есть этап Со сбором Этих Карт Вот И В принципе Да У вас останется Только Этапы На Баттл мод Которые Тоже Очень легко Делаются Тут Все Понятно И Довольно Таки Ясно Все Расписано Вот Здесь Я хочу Сделать Маленькую Оголоску Здесь Есть Этап Под названием Три знака Вопроса Но Когда Вы Выполните У вас Будет Обозначаться Как Ой Чтобы Вы Выполнить Вы Должны Подойти Вот К этим Вратам И Ударить Их Просто Кулаком Такой Скрытый Тапчик Небольшой Я Долго Кстати Ломал Гол Поначал Как Вообще Сделать Но Оказывается Вот Так Вот Все Просто Нужно Просто Подойти Да И Кулаком Вот А Все Остальное Реально Делается За одно Прохождение Поэтому Можете Даже Об этом Не Волноваться Вот Такой Ключик Вот Кстати И Давайте Выясним Что Это Такой Обще Это Врата Палача И Пожалуй Самая Интересная Вещь В Думать Оно Это Те же Самые Крового Гнезда Только Очень Очень Сложные Ну Поначалу Конечно Потом Когда У вас Уже Появится Скилл Снаряжение И Понимание Самое Главное Азов Механики Это Очень Интересно Терри Нет Игры Прохождение Этих Врат Это Просто Такой Балдеж И Буквально Уже Первая Из Арен Нам Это Очень Ясно И Четко Даст Понять А там Да А там Мы с вами Покачаем Плазму И Постараемся Самое Главное Не умереть Потому Что Мясо И Трудности На Тарение Будет Просто До Одурения Какое-то Время Нам Нужно Будет Пожить А потом Побегать Немного По Этой Небольшой Арене Как видите Это Полностью Отдельная Локация Она Никак Не Привязана К Нашему Основному Уровню Который Проходим Вы Уже Видели Да Тут Сколько Ребят Бегают Которые Просто Жаждут Вас Разорвать На Части Тут Нам Также Очень Важно Собрать Бензин И Можно В принципе Потихоньку Начинать Выкашивать Народ Постреливая В пол Самое главное Подальше Держитесь От горгулей Потому что У них Очень Сильно Атака Вблизи А поскольку Пока ХП Не очень Много Танковать У вас Долго Не получится Щейт Это я зря Конечно Сделал Хотел Приберечь На другого Парня Ну да Ладно Не страшно Я так Хотел Тупол Мышь Собрать Пока У нас Есть Время Вы не Думайте Что Первые Минуты На это Арене Такие Легкие Это Значит Что До Конца Не Так Уше Много Осталось Волк Чего Вел Пошли Более Серьезные Папки Это Новый Враг Знакомьтесь Это Рыцарь Ужаса Хелл Найт Только На Максималках И Скажу Вам Честно У меня От него Просто Жоп Порвился Когда Я Увезу Очень Очень Сильный И Очень Душной Парень Без Привлечения Скажу Вам На мой Гляд Он Даже Получился Слишком Хорош Я Так Думаю Так Что Всегда Когда Вы Видите Он Должен Стать Вашим Таргетом Номер Один Так Пока Полегче Стал Давайте Покачаем Плазму Снова И Ну Да Ревенанты Кстати Что Как То Как Это Поехала Ракета Летает это нормально вообще не он ты видела она исчезла такого я ни разу видел за свои 30 прохождение свыше это прикольно прикольно и я на самом деле россия такие реально кринжевые моменты происходят именно на прохождении потому что если это было просто во время прохождения сингла но вы мне бы поверили а вот когда вот увидели посмеялись вместе вот теперь да теперь тут вот интересно так и сколько мы там сами получилось о 15 нормально как раз как раз мой рекорд это был 18 как видели я очень много тела фейлов именно в том плане я делал по 4 убийства за раз а это не совсем экономно в плане прокачки этого модуля это тоже неофициальный секрет он очень странно и кстати тоже очередной такой кивок классики как мы такие находили в прошлом думе именно в 2016 года тут кстати можно посмотреть на большую аптечку вблизи именно как она выглядит в 2к разрешение такая большая пачка интересно что в ней внутри лежит я так полагаю там три колбочки кстати на ней тоже самое демоническое число 10.0 2201 вот это секрет я не знаю могу описать его только теми словами что это спрайт из классических думов и это дверь которая вроде бы казалось что должна что-то открыть а в итоге она ничего не сделала и просто пожар для себя из дебила как-то так вот тут нам надо немножко жесть своей броню чтобы активировать вот этих вот парней будут будут такие моменты еще и в будущем что на самом деле очень сильно радую потому что вот после арен этих вот всех как-то мир становится реально то чтобы скучно как и мертвый а вот такие вот случайно маленькие стычки они в принципе немножко радует вас ну и также еще один неофициальный секрет это еще одна мега сфера не знаю почему но на этом уровне как-то реально очень много разбросано и самое что интересное если вы будете проходить игру на абсолютно кошмаре не делать этого никогда пожалеть свои нервы девайсы и в принципе здоровья родных и близких за место многих дополнительной жизни вы как раз таки бронежалеты висеть в воздухе которые вам будут восстанавливать полностью броню но какие-то местах будут находиться вот такие вот мега сферы которые будут только броню но еще и заодно хп вам останавливать еще одна дополнительная жизнь и также соберем последний здесь фрагмент именно игрушку как а демона если что кстати игрушки это все проще альбомы тоже точно также можно собирать как и эту батарейку shift он смены оружия и подбором только подбор уже не нужно нажимать нужно просто дойти до то вопросы и получат сам возьмет предмет нужды вам чтобы не смотреть и скипать сеть анимации ну и пока что смотрю что все идет по плану все очень даже неплохо в целом вы давайте посмотрим следующий ролик я велел оставить меня в покое мое место здесь спасая своих ты не обретешь покоя это лишь сделает тяжелее время идешь против воли созидательницы твоему народу пора искупить грехи так было и с моим услышь палач когда умолкнет его сердце душа его обретет покой его и моя на такой ролик поначалу казалось бы с непонятным посылом но по классике жанра потом буду еще мы с вами узнаем все паттерности всего этого диалога и это на самом деле вот какая-то фишка всех этих кат-сцен в думе и тену потому что ты смотришь ты ни хера не понимаешь вообще о чем они говорят про что они говорят но это смотрится круто с таким вот эпиком каким-то смыслом а когда ты потом будущем весь этот смысл начинаешь понимать и анализировать и вспоминать этот вот к сцену все ее действия и движения ты понимаешь чтобы болен как же все таки это все круто ну да прическа стиле тисака плюс палач чем-то похож с ним и чем же он похож можно также в будущем у него есть ответить такая классная кувалда который мы не сможем попасть к сожалению это вот такой топорик туда не только свое подмастерье имеется хорошо вот обустроился броня вот есть вот такая броня кстати будет висеть в воздухе только она немножко такая бушная будет вот если вы будете проходить игру на цветном кошмаре когда проходите просто на кошмаре такой броня не бой к сожалению будет игра давать просто на дополнительной жизни и это максимум также прошу заметить в таких зонах палач даже складут оружие метро экзодус типа что враждебно он не настроен и он наоборот открыт для диалога ну и так целом здесь можно много чего еще посмотреть такие мелкие детали какие-то тонкости какие-то тут есть вещи такие вот напоминающие нам о прошлом о будущем и насущных проблемах даже есть всякие черепа непонятных демонов которые тоже хотели есть в артбуках и к сожалению в будущем мы них ничего и не узнаем услышим но и кстати сохранилась эта тенденция с прошлого дума когда люди много-много разжалось что запустил этот дум вообще нихрян непонятно куда чего идти вот и этот самый разработчики специально подсвечивают вам каждый путь вот таким вот зелеными огоньками прямо от начала до самого конца вот по и иди по этому маршруту то же самое кстати тенденцию я заметил в метро экзодус это проходил буквально для себя на днях впервые это чтобы я не не нашел бы дорогу сам но полезно полезная вещь но на мой взгляд очень сильно такая казуальная то есть вот буквально мне стоит прийти от этого катся один раз вот на секундочку буквально я смотрел так быстренько взглядом а вижу какие-то зеленые огоньки которые так вряд тут выставлены все значит тариктория полета дальше но не об этом сейчас не о гейм-дизайне и о левел дизайне в целом давайте почитаем у нас кодекс о вот этом персонажа которого здесь называют предатель на самом деле у нее есть полноценно нормальное имя по крайней мере было но до тех пор пока этот товарищ наш не предал в общем то почему его и опозвали предателем да мне кажется он сам себя так обознал предыстория этого всего то в том что мужчин мужик мужик был полководцем какой-то мере в прошлом и командовал даже возможно нами до тех пор пока мы сами не не закорешились и не поднялись звание и беда его в том что он же не потерял сына и в нечистливых походах в ад когда мы вместе с ночными стражами отправились на зачистку демоны постоянно шептали ему своими голосами в голове что если ты придашь . я готовлюсь забрать вас оттуда спасибо если он придаст своих и устоит какую-то очень хорошую такую подляну в времена важных событий то демоны воскрешат его сына и он не зайдет на землю возможно он не читал контракт что написано мелким шрифтом снизу в итоге стражи там предал и получат том числе на что в общем-то наложил на себя некоторые узы и обязанности и вот поэтому предатель теперь скитается в аду до конца своих дней и вот этот арена очень хорошая именно потому что здесь нам выдают и новые усилитель и новую пачку демонов и все у нас жизнь становится после этого хорошо долга манисты полетая лучше ой ребятах поступного я боюсь прям всех сразу убить отлично 2 есть от этого парня пожалуй распилим нам в любом случае нужны боеприпасы рынка живем фильм тяжелым самое главное врачи от горгуль надо как это сделать так чтобы этот им туда подошел но чувствую нас это не получится так осталось две горгулей да ну как раз нам хватит на еще один удар что самое печальное тарена может закончиться преждевременно а именно если мы убьем всех воителей и гаргуре вместе с импами останется допустим один солдат арены на этом заканчивается портал появляются и зомби с очень большой вероятностью может умереть и вы не считаетесь либо фрага либо там вот даже прогресса в будущем а мы те время давайте посмотрим на прогресс подвижение нашего тему дара 19 из 30 вполне себе хорошо на самом деле идеал конечно 20 и выше 19 тоже неплохо я так считаю опять же не убивайтесь это нереально сделал практически за один уровень если можно то умирая возрождаясь проходя многие арены раз за разом и вот таким вот образом добивать от модуль за один скажем так присест вот поверх у нас осталось еще 6 ячеек и также мы нашли одну батарею и наконец-то этот уровень уровень еще закончился и мы можем со спокойной душой идти на его конец посмотрим еще пробу что-то осталось нас там позади но вроде как все с вами мы под собрали полностью сражение полностью следование все арены врата так это это статистика ну и конечно же толпа скуда без него получил ходит на днях новый эшелон уже получается 2 и были теперь опять лох с девятым уровнем до этого был лох просто с одной звездой и 250 уровня теперь апостолов с двумя звездами девятом уровне что такое себе так вот так заканчивается второй уровень опять же все что хотел сказать я к сожалению никак не подвернулась возможность поговорить и обсудить это именно парамика гордона там скандальщик один про монстров там обещала там немножко вам рассказать еще пару там интересных вещей тогда перенесем это все на авто уровень пока мы там будем бегать по нашей базе на следующем уровне и таких вот свободных ход действий местах уже там поговорим про эти вещи но вы опять же можете описать новые темы уже под этой серии чтобы сохранить их для разговора уже будущих и в принципе не стесняться свое мнение и оставлять его в комментариях под этим видео также ставить большие пальцы вверх подписывайтесь ставьте лайки еще раз я знаю это важно рассказать и друзьям в этом контенте считаете что если он интересный и достоин больше внимания все полезные ссылки также тайм-коды оставлены в описании всем спасибо за внимание я отчаливаю ожидать выхода dlc и в общем-то рендерить это видео всем спасибо еще раз за внимание всем пока и до новых встреч за субтитры сделал DimaTorzok